Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. С парнями повторяется один и тот же сценарий, меня используют для интима, а потом сливаются. Кто-то сразу, кто-то спустя 2-3 месяца встречи. Причём сначала все они скромные и хорошие, притвораются влюблёнными и говорят, что мы пара. Но как только возьмут свои восполна, исчезают. Я красивая, добрая, весёлая, не понимаю, что не так. На красавчиков виллогласов даже не смотрю. Выбираю, как мне кажется, нормальных воспитанных парней, но всё равно я только такой же, как если бы я переспала с красавчиками и обувь свалил в закат. Это со мной что-то не так или с мужчинами ныне, как перестать корить себя, думать, что я недостаточно хороша, раз такое случается. Я когда влюбляюсь, растворяюсь в партнёры, и каждый раз больно, когда они уходят и оставляют меня с разбитыми людьми. Мне кажется, что все мужики козлы, изменщики, что им только и тем нужен, и что так будет со мной всегда. Появляются даже мысли забить вообще на мужчин и жить одной из них, только бы не влапаться снова в бесперспективные отношения. Ну, смотрите, в принципе, Кудрышёв Игорь Леонидович вам довольно-таки всё корректно сказал и написал, я думаю, что здесь есть необходимость пойти на психотерапию, вот, как минимум, потому что там есть проблематика, да? Значит, чего по-чего можно было сказать, что можно было бы здесь сказать? Поскольку у вас есть проблемы с самооценкой ввиду склонности себя обесценивать, да? Ввиду вот того, что вы, ну, сомневаетесь в том, да, вот, насколько вы хороши, да, вот, ввиду этого, то, соответственно, вас и воспринимают как вот такой, получается, объект для секса, потому что вам человек отражает в той, ну, в той или иной степени, вам человек отражает ваше, собственно, восприятие себя. И если вы к себе относитесь к глубине души как к чему-то не очень хорошему, например, или если вы к себе относитесь так, что пытаетесь выбрать какого-то вот, ну, правильного, скажем так, человека, то тут вот возникают такие-таки вот, конечно же, проблемы, вот. Поэтому, на мой взгляд, вот здесь нужно, в первую очередь, нужно менять подход к, вообще, к тому, как вы устраиваете отношения. Вот, я бы что сказал. То есть, вам нужно выбирать мужчин не тех, которые вам, например, кажутся правильными, а тех, кому у вас появляются чувства. Вот. Но для этого, для того, чтобы обращать внимание на тех, кому у вас появляются чувства, нужно самой эти чувства замечать, вот, нужно самой этим чувством, так скажем, давать волю. Если вы этого не делаете, вот, то если вы этого не делаете, а вы, судя по всему, этого не делаете как раз, вот, то в таком случае, я бы сказал, что и будут проблемы. Поскольку вы пытаетесь достичь чего-то в отношениях, то есть вы в отношениях в данном случае пытаетесь, ну, компенсировать, реализовать, вот, что-то. Вы пытаетесь компенсировать, реализовать какие-то свои потребности, вот, называя отношения. Называя отношения какие-то перспективные, а какие-то нет. То есть вы пытаетесь подобрать для себя что-то подходящее. Когда человек пытается подобрать для себя что-то подходящее, да, он уже не совсем естественно, он уже не является самим собой, вот, и он, он уже, по сути, находится во власти своих стерготипов, переживаний и так далее. Вот, смотрите, вы пишите, значит, Сначала все они скромные, хорошие и претворяются влюбленными, играют, что мы пара. Значит, если вас используют для секса, то Вы, по отношению к самой себе, пропагандируете людей. То есть, нет. Внешне, внешне, конечно, это не так. Внешне вы можете сколь угодно думать, что любой человек, в том числе и вы, достойный того, чтобы его любили, да, и так далее. Но, чем больше вы об этом думаете, чем больше вы этого хотите, тем больше вы к этому думаете, тем хуже у вас получается. Потому что для того, чтобы почувствовать себя цельной, Вам нужно, чтобы вас отменили. И вы пытаетесь, значит, свою цельность найти в паре. То есть, мужчины чувствуют, что вам нужно не столько он, сколько пара. Вам нужен не столько сам человек, сколько такая вот, ну, скажем так, перспектива. Перспектива с ним отношений. Вот. Это, получается, то есть, во мной. Вот. И, смотрите, какая здесь, какой здесь момент. Значит, момент здесь заключается в том, что когда человек понимает, например, что вам он эту перспективу даёт, то есть, когда вы получаете от него то, что нужно вам, пускай и не в полном объёме, но, тем не менее, получаете, он требует свою. То есть, со стороны, глобально, у вас отношения выстраиваются по такому принципу, что ты мне должен что-то и я тебе что-то должна. Вот. И вот именно такой подход и мешает вам, в общем и целом, на мой взгляд, взаимодействовать с всеми мужчинами адекватно. Потому что вы подбираете для себя тех мужчин, которые, по вашему мнению, дадут вам то, что вы хотите. Вот. Вот. Ну, это чувствуется, это ощущается и так далее. Вот. Кроме того, здесь ещё нужно разобраться с тем, что именно вас, к примеру, привлекает. Да? То есть, вот, что вызывает у вас симпатию. Вот. 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 Такие вещи, мне кажется, нужно отметить, обязательно, если мы хотим, конечно, вам помочь. Вот. Возможно, вы считаете, да? То есть, у вас с мужчинами не возникает личностного взаимодействия. А ваша привлекательность, получается, остается на уровне интимной привлекательности. Вот. Почему так? Потому что вы, подвлекая сомнению, вероятно, свою ценность осозненно или не осознанно транслируете людям, в частности, мужчинам. Вот. Вы транслируете то, что у вас есть ценного. Да? Вот. 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 То есть, вы транслируете то, что у вас есть ценного. Предлагаю, что вот эта ценная будет твоим, если ты дашь мне, то есть я хочу. Хочу. Вот. А хочу я каких-то гарантий. Вот. И дело в том, что человек, который хочет каких-то гарантий, что-то требует от другого. Опять же, осознанно или нет, сознательно или нет, в данном случае можете быть уверены, это не так важно. Человек, который что-то требует, создаёт образ, именно образ, такой, что его нужно завоевывать. Вот. То есть, если человек что-то требует, то отношение к этому человеку будет таким, что его нужно завоевать. И вот вас, в общем и целом, завоевывают, по сути. А когда вас уже завоевали, когда от вас, в общем и целом, то, что хотели, получили, то можно, в принципе, вас обновить и бросить, потому что вы не демонстрируете чего-то такого, да, чтобы как-то обновлялось. Вот. Я думаю, что, чтобы вам было несколько понятнее, что о чем я говорю, достаточно будет, как мне кажется, просто постараться заметить, какие иллюзии, разбитые иллюзии. Вот то, о чем вы говорили, что вас оставляют с разбитыми иллюзиями, да? Вот какие иллюзии у вас, ну, становятся разбитыми. Давайте вот так попробуем, так это сформулировать. Вот. Те самые иллюзии, которые у вас остаются разбитыми и являются тем, на основании чего вы выстраиваете отношения с людьми, но это, но это, то, на чем вы выстраиваете отношения с людьми, к сожалению, достаточно сильно ограничивают и вас, и партнера, вот. А другие отношения, и отношения по-другому вы выстраивать не умеете. Вот. Конечно, 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 конечно. Проблематика здесь заключается в том, что вы пытаетесь решить вопрос своей, ну, своей ценности, своей неуверенности в себе, ведь вы говорите, что как перестать себя гореть? Как перестать думать, что я недостаточно хорошо? Вот. То есть вы себя обесцениваете. Вот это вот история. Поэтому, когда и если обесценивать вы себя не будете, когда вы будете просто демонстрировать, например, человеку, да, вот, то, что у вас есть, вот, просто, и всё, отношения наладятся. Сейчас, сейчас, на мой взгляд, есть ещё такой, достаточно немало важный аспект, заключающийся в том, что вы сами, возможно, продаёте большое значение этому самому сексу, то есть вы сами его, может быть, как-то, ну, не знаю, стараетесь избежать, может быть, как-то вы его обесцениваете, да, может быть, вы как-то боитесь, боитесь его, то есть тут, ну, тоже есть свои нюансы, эти нюансы нужно само собой поисследовать для того, чтобы лучше понимать, с чем мы имеем дело, вот. Сейчас вот, пока тут вот только есть предположения, да, и не более того, то есть предположения, это пока что всё, что у нас есть, потому что информация о вас, конечно, маловато пока, если мы говорим непосредственно про то, что нам о вас известно, исходя из вашего, ну, вот, исходя из вашего сообщения, да, исходя из вашего текста, вот, тут не так много информации, которую можно было бы, например, использовать для того, чтобы лучше понимать, в чём ваши проблемы сейчас явно, только то, о чём я уже вам сказал. Дальше. Так. Вы пишите, я красивый, добрый, весёлый, но понимаю, что не так. Ну, понимаете, то, что вы красивые, то есть то, что вы добрые, и то, что вы весёлые, это, конечно, хорошо. Но отношения с мужчинами, и вообще с людьми, на одной красоте, добрости и весёлости, конечно, построить будет довольно сложно. Во-первых, очень важно то, как вы используете то, что вы красивые, добрые, добрые и весёлые, это первое. То есть очень важно, как вы это используете. То есть да, это ваши достоинства, да. Это ваши плюсы, да. То есть вот, ну, это ваш плюс, что вы красивые, да, что вы весёлые, что вы добрые. Вот. Это ваши плюсы. Вот. Но получается тогда, что человек, который вот, ну, с вами, ну, в отношениях, он видит сразу именно это. То, что вы красивые, то, что вы добрые, то, что вы весёлые. Вот. И если вы это демонстрируете, особенно если вы это демонстрируете много, то как этим, да, не воспользоваться в таком случае. Я, конечно, понимаю, что то, что я сейчас говорю, да, выглядит вот несколько, может быть, ну, может быть, несколько финично. Вот. Но, по крайней мере, это правдиво. Важнее, то, что между вами общего, может быть. Я имею в виду между вами и, ну, и мужчин. Вот. Вот это, на мой взгляд, куда более важно. Что может быть общего между вами, и мужчинами, и вашим партнёром. Что может вас связывать с, ну, друг с другом. Вот. И если вас связывает только то, что вы добрые, красивые, и весёлые, то, ну, я могу сказать, что люди, ну, скорее всего, будут нас действительно этим пользоваться. Потому что, проявляя, проявляя этот аспект, да, вы, конечно, же, себя обесцениваете. То есть, вы, по сути, пытаетесь себя подороже продать. Дальше. На красавчиков и логласов даже не смотрю. А почему? Потому что они, по вашему мнению, не могут дать, ну, какую-то вот перспективу серьёзных отношений. То есть, вы не смотрите на определённый тип людей, потому что они не могут дать вам серьёзных отношений. Скажите, пожалуйста, в таком случае, а для чего вам серьёзные отношения? Вот можете ли вы этот момент постараться сформулировать? Зачем вам серьёзные отношения? Что они должны дать вам эти самые серьёзные отношения? Что вы питаетесь в этих самых серьёзных отношениях, да, для себя, ну, например, получить? Вот. Вот можете ли вы это озвучить? Можете ли вы это сказать? На мой взгляд, это очень важный момент, потому что это напрямую влияет на то, как вы ведёте себя, в отношениях, это напрямую влияет на то, как вы позиционируете себя, в отношениях, это напрямую влияет на то, на что направлен ваш актив. Ну, опять же, в отношениях. Дальше. Выбираю, как мне кажется, нормальных воспитанных парней, то есть правильных. Это вы пытаетесь сказать. Вы выбираете правильных парней. Правильно. Ну, у меня вопрос. Для чего вам правильный парень? И как, по вашему мнению, эта правильность может быть связана с любовью? Ну, я имею в виду, вашей любовью к нему. Ведь можно же, наверное, сказать, что вы человека любите, когда в нём растворяетесь. или вы растворяетесь в человеке по какой-то другой причине, не этой. Согласитесь, это уже интересно. Вот. Идём дальше. Идём дальше. Вы пишите. Все равно и только такой, как если бы спала с красавчиком, я бы свалил в закат. То есть вы боитесь быть брошены здесь как будто. Это со мной что-то не так или с мужчинами нынче. Не с вами и не с мужчинами. Согласитесь. Как представить – корить себя? А интересно, за что вы себя корите? За что вы себя корите, интересно? Вы себя корите за то, что у вас не получилось соотношение по срокам, и за это себя корите? Вы себя корите за то, что вас опять бросили? Вы за это себя корите? Вы себя горите за то, что с вами опять переспали и просили, то есть у меня есть такое ощущение, как будто бы, что вы конкретно ругаете себя за то, что вас привлекают, что мужчин вас привлекают, только интимная сторона, как будто бы. В этом дело, то есть вы пытаетесь решить как будто бы вопрос своей ценности здесь. Вот это, конечно, очень интересно, это очень интересный момент. Вот. Потому что получается таким образом, что вы уже не столько строите отношения с мужчинами, сколько вы решаете конкретно свою проблему. В отношениях с этим человеком, говорите вы, я должна доказать, что я ценна. например, транслируете вы примерно такую вот мысль. и нет ничего удивительного, что тем больше вы пытаетесь это сделать, тем хуже, конечно, у вас получается. Это загономерно. Дальше. Дальше. Думать, что я недостаточно хорошо, хорошо, раз такое случается. Вот еще одна интерпретация. Только здесь, только здесь ситуация следующая. Дальше. Поскольку вы изначально сомневаетесь в том, что вы достойны. Изначально вы сомневаетесь в том, что вы достойны. Например, любви. Вы выбираете таких мужчин, которые, по вашему мнению, могут доказать вам, что вы достойны. Вы пытаетесь это сделать, мужчины это чувствуют, чувствуют, как вы не привязываетесь и хотят дистанцироваться. Опять же здесь делаем такую некоторую вот отсылку, да, к тому, что сказал Кудрячев Игорь Леонидович. Что-то в данном случае достаточно выглядит корректно. Я когда влюбляюсь, растворяюсь в партнере, когда разбойник, когда они уходят и оставят меня с разбитыми телевизиями. Здесь я просто, пожалуй, сделаю следующее. Я спрошу вас о том, не смущает ли вас то, что вы растворяетесь в партнере. Вот. Не смущает ли вас то, что у вас есть иллюзия? Вот. То есть не смущает ли вас это, например, если вас это, если вас это не смущает, то я боюсь в таком случае, что ситуация будет повторяться. Потому что вас это, ну, потому что вас это не смущает. Но если вас это смущает, и если вы хотели бы это изменить, чтобы вы не растворялись в партнерах, а у этого есть свои причины, почему вы это делаете. Например, причина своей жизни заключается в том, что вы не особенно интересуетесь своей жизнью. Это смущает. У меня есть свои причины. В этом случае вы будете верить в партнеру. Имен на байд, вы знаете, партнер. Дамуста, он смыслит, ну смыслит партнер. Становится с тем, что вам интереснее всего. Понимаете, какая штука? И вот то, что можно сказать сейчас, по крайней мере, с точки времени психологии и с точки времени психотерапии. Можно ли с этим работать? Да, конечно. С этим работать можно и нужно. Это корректируется. Дальше. Кажется, что все мужики, корлы и менеджики, им только эффект нужен, так оно будет всегда. Но это вы чувствуете злость, которая перенос на мужчин, потому что вы их увидите. В том, что оставляетесь, остаетесь с неразрешенным конфликтом. Вот. Вот. И выгляди на них. Вот. И выгляди на них. Вот. Вот. Вас можно понять. Вот. Ну, все-таки, наверное, имеет смысл расседать более здраво. Вот. Не просто обвиняя мужиков и так далее. Нет. Так оно проще, конечно. Спора нет. Вот. Ну. Тем не менее. Дальше. Апилетные мысли должны забить вообще на мужчины жить одной, чтобы не вляпаться снова без перспективных отношений. Ну, здесь вы демонстрируете такую, я бы сказал, детскую обиду. Да. Вот. И чего-то хотя, да, получается, ну, вот к чему-то стремясь, да, к чему-то тяготее и не имея возможности. Это реализовать, вы, конечно, вы, конечно же, предпочитаете от этого отказаться. Отказаться. Вот. Понимаете, да? Отказаться. Ну, другой вопрос, что, опять же, вам это ничего не даст. Вот. Вот. Ну, то есть, статься-то не изменится для вас. Вот. Поэтому обратите внимание на то, что вы хотите получить от отношений. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. и удачи, да. Тип сяда.